сейчас буду приготовлять себе завтрак овсянка это изюм два банана что там еще а и вода и шейкер и блендер еще вот и все это будет мой завтрак супер мега калорийный немножечко вот о том чем питаюсь гречка рис темный макароны темные ну из муки неочищенный и рис вот тоже темненький там как белый рис вот он вот рис темный да вот эти макароны темные из грубой муки что ли как в общем не очищенный то есть они вот в разряде сложных углеводов все это не знаю что такое сложных углеводов смотрите у меня в блоге там написано об этом и сложно они полезны неполезные а вот простые углеводы такие как сахар шоколадки конфетки ворожочки всякие сладенькие то есть это вот простые углеводы и вот в общем этот белый рис он из вот сейчас он темный да а вот когда его очищает он становится белым и он переходит в разряд простых углеводов кстати для меня это тоже новость была неожиданной поэтому ну давно уже ем только рис только такой и гречка соответственно и макароны вот иногда вот такие тоже темненькие все а ну и овес естественно овеску даже без овса то бананы у меня еще есть если вы хотите следить за своим весом за свои фигуры для начала ну для начала вообще купите себе вот такие вот весы они точно показывают сколько грамм все продукты считаются идет никогда на свареная сварилась и видим можно взвесить а именно в сухом виде потому что когда вот раньше ел 120 грамм есть где то где то почти 200 грамм 200 грамм овсянки добавим немножечко изюма добавляю изюма и 2 банана помыть конечно обязательно это дело промыть шелуха ушла промываю водой потому что у нас правильные говорят вроде вода ну ну типа можно пить как статкана я конечно ее не пью но вот промывать промываю не пизодовым причинам вторых содержащих элементов в воде оп оп теперь все это дело закидываем в блендер с утра вот нагружаюсь углеводами этими сложными углеводами бананы тоже есть углеводы там есть и фруктоза тоже очень калорийный на самом-то деле полезные и вкусные но это такая сладость добавляется у меня раньше ел вареную кашу но у Вадима без ничего вот эти такие вот то есть я как бы и говорю сейчас пока я не собираюсь урезать свои питания просто буду делать больше тренировок там видно будет ну то есть всегда питание можно всегда урезать что-то там убрать но лучше всего надо загнать метаболизм хотя он и так разогнал в достаточной степени хорошо а потом уже урезать питание ну я не говорю конечно если потребление там всяких вредностей если бы слишком много калорий в день там гамбургер, шмамбургер и мороженое то естественно в любом случае их надо урезать это все избавляться без этого никак то есть я говорю как бы о своем режиме он у меня и так спортивный такого питания которое ну я называю его правильным правильным для меня то что дает мне где ну самое питание оно дает чистый белок углеводы жиры другие витамины которые необходимы организму все это получается из еды ну и еще из добавок еще конечно же конечно же и в любом случае когда-то вот ну я перестраивался с питанием неправильного своего который я тоже когда-то питался те же самые газовая вода сладкая да с привкусом всяким сладкое чрезмерным вытреблял каждый день ну там питался два раза в сколько-три раза в день для меня было сложностью съесть два яйца сейчас я их пять могу съесть это не потому что это растянулся в желудок это потому что мой арквейнизм ну с легкостью переваливает потому что не нужно там ну потребность увеличилась в этом в энергии вот поэтому ну желудок переваривать все это очень быстренько и хорошо так сейчас блендер ставим вот у нас получилось такое месиво на вид оно не очень конечно ну серое не долго привыкал к тому чтобы есть кашу на воде и без сахара и скоро буду удалять бананы уже то не инновационно сейчас пока я этого делать не буду для меня это вот этот каша для меня она это очень 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 калорийная и соответственно сладкое тоже нам в другом дает сладость ручные пилы с шейтера все не поем с тарелочки тут осталось чуть-чуть вот немножечко расскажу о том что же тут у меня такой дневничок ввиду все записи есть моего веса питания на сегодняшний день то есть я опять начинаю записывать ну вес я так записывал вон каждый день и вот сейчас сегодня буду записывать все свои приемы пищи в граммах и в конце дня буду подсчитывать сколько там у меня же калорий сколько белков глиотов и жиров вот такой список здесь составил калорийности продуктов основных продуктов которые я ем есть больше список но вот это основной список чтобы не искать эту бумажку я его выделил в один ну и соответственно вчера тоже записи подсчитывание килокалорий все это у меня массу наращивал тоже и вот на сушку да все вот мне вот 32 года ростами 173 и 5 ну 174 сантиметра был 88 килограмм ну это было неделю назад на неделю то есть вес уже снижается то есть вот такие визуальные образы ну да то есть чтобы я увидел чтобы мозг воспринимал информацию чего хочу дать что давалось команду телу это мои последние вот запись у меня есть где-то совсем древние древние вот еще две бумажки бумажки вот это самое древнее несколько лет назад то есть то есть это дневная норма сколько килокалорий надо мне сколько нужно в спокойном состоянии для организма сколько при нагрузке я брался на себе там активная нагрузка ну то есть специальная формула которую я знаю теперь и вот активно ими пользуюсь ну это следующий мой момент то есть все по бумажкам все по записям не просто так чтобы я видел среди этого достигнут цели надо ее поставить все четко сформулировать естественно это я умею тоже делать и поэтому результаты не меняются ну и вот записи ну что не так вот уже сейчас все это дело делается немножко расскажу о том как работают для меня эти записи а вот они следующим образом любой спешный человек в любой сфере да наверное вам скажут что самым способом что-то сделать это записать то есть я в тетради там по установкам да то есть различные другие другие я записываю то человек хочу сделать на позитивной позитивной форме без сяги приставок не то есть не кушать не пить этого это не работает надо написать именно что надо написать прийти вовремя в общем так ну и то же самое с таким же подходом я делал себе установки на режим спортивный приходилось много записывать питаться по графику составлять питанием и тому подобное также записываю каждый день на свой вес но это тоже индивидуальный момент важно видеть процесс прогресс зачем вы идите если вы хотите набрать мышечного вас сколько конкретно если вы хотите скинуть вес тоже сколько ну естественно результаты да представить адекватный что мне вот такого допустим хочу за две недели скинуть 20 кг жира это нереально ну если только элипоксацию сделать наверное я не курс этого записываю сегодняшний день я делаю это с легкостью и вот там по формуле числа свои килокалории и как для меня это работало в сознании подсознание там это все откладывается и в дальнейшем уже организм тело действует само но для начала надо его приучить начало тоже вот роллы то есть сейчас это будет контрольным моим записям здесь хочу опять же проверить я делаю как раз в пиковые режимы в пиковые моменты когда набирал массу надо вот сколько да отсчет сделал один день своего питания все достаточно увидел сколько мне надо что все идет ровно так как должно идти то есть столько я употребляю белков углеводов именно для того что он врать масса и это работало очень часто и дальше уже не подсчитывал каждый день для меня не надо было считать можно было основное один день для себя делом можно если несколько дней если есть какие-то сложности ну сегодня я опять буду записывать все свои приемы пищи вечером прочитаю посмотрю что как с этим потому что вчера вечером делал тот же самый подсчет и выяснилось что у меня ну я как бы уже собирался ничего не кушать ну на ночь только там вечером съесть творог и все но оказывается у меня нехватка была дурков нехватка была пришлось там еще съесть два яйца и тунг сам тем самым набрал нужное количество белков в количестве 20 грамм на день естественно так вот я начинал свой завтрак почитал уже свои килокалории сколько белков то есть вот этот вот завтрак что я съел сейчас съем еще одну пиалочку 845 килокалорий 25,5 белков 12 жиров и 159,5 углеводов ну достаточно хорошо шоу ну у углу это углу углы ну ну Продолжение следует...